Друзья, и снова всем привет! В этом видео я покажу вам свою проблему, с которой я столкнулся в платежной системе PayPal. Сегодня попытался вывести деньги со своего личного кабинета Яндекс.Дзен и не смог это сделать. Статус операции, ошибка платежной системы и сообщение об этой операции на английском языке. Я решил воспользоваться Google-переводчиком, ввел этот текст на английском языке и получил перевод на русском. Эта транзакция заблокирована по причинам соблюдения нормативных требований. Я с этой ошибкой еще ни разу в жизни не сталкивался, поэтому Google в помощь, вот я этот текст в поиске ввел на английском языке и получил очень интересную информацию, почему эта ошибка может возникать. Технический сбой в PayPal. Такое может тоже быть. Поэтому, чтобы отследить работу PayPal, можно зайти на классный сайт, который называется DownDetector. Ссылку оставлю в описании и посмотреть, как же сегодня ведет себя PayPal. Вот здесь отображена статистика за 24 часа и если какой-то будет сбой, то здесь все будет красными волнами. В общем, будет сбой на тот или иной период времени, поэтому вы сразу статистику эту здесь увидите, так как она отображается в реальном времени. Сайт изначально открывается на английском языке, поэтому если вы используете Google браузер, то вот здесь вот есть вот такая замечательная кнопка, которая может перевести этот сайт на русский. Выбираем русский и этот сайт перевелся. Дальше опускаемся ниже и вот здесь будут комментарии. Комментарии англоязычные бывают, бывают русскоязычные. Ну, в общем, вся статистика здесь собирается, поэтому вы можете ознакомиться с комментариями и точно понять, что сейчас на данный момент происходит сбой. Поэтому нужно это сделать чуть позже, то есть попозже переведите деньги. Какая причина еще может быть, друзья? Оставляя также эту ссылку в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Возможно, нужна верификация вашего кабинета, то есть вы должны верифицироваться для того, чтобы перевести деньги на ваш счет в PayPal. На этой странице, вот синий текст, выполните необходимые действия, чтобы заполнить ваш профиль. Я также прямую ссылку оставлю прямо на этот раздел, где нужно пройти верификацию. Я сделал снимок с экрана своего кабинета, некоторые моменты заштриховал. Вот, поэтому, друзья, смотрите, что может происходить. В первую очередь, в профиль загрузите свою личную фотографию. Это раз. Второе, обязательно заполните адрес, прикрепите электронный почтовый ящик. Дальше, привяжите номер телефона. И вот здесь вам нужно добавить паспорт, то есть добавить скан или фотографию своего документа. Вот она, кнопочка «Добавить». Ребят, как дальше будет происходить верификация, я вам сейчас не подскажу. Для этого есть YouTube, а также интернет. Посмотрите, есть обучающие видеоролики, как пройти идентификацию, верификацию, для того, чтобы вас нормально верифицировали, одобрили ваш личный кабинет и, возможно, этой ошибки больше возникать не будет. Если вы гражданин Российской Федерации, либо у вас привязана российская карта в вашем личном кабинете PayPal, но вы не гражданин, допустим, Российской Федерации, то, друзья, на данный момент, на момент записи этого видеоролика действуют санкции на определенные страны. Поэтому, ребят, если вы загуглите вот такой поисковый запрос «Пейпал не работает в России», то в результатах поиска выпадет куча сайтов. Например, сайт Forbes сообщает, что PayPal приостановила работу в России и новость от 5 марта 2022 года. Также информация есть на сайте «Известия.ру». Платежная система PayPal приостановила работу в России. Сайт «Реа Новости» сообщает о том, что PayPal приостановит отправку и получение платежей в России. И такой информации очень много. В том числе, можно и найти официальную информацию, я просто ее не искал. А также я ставлю дополнительную информацию для того, чтобы вы ознакомились с ней. Возможно, вы найдете какое-то решение. Смотрите, значит, я нашел неофициальный форум Яндекс.Толока. И здесь прям несколько страниц обсуждения. И в том числе, есть текст вот этой вот ошибки, которую я вам показывал в начале записи этого видеоролика. Поэтому ссылка будет также в описании и в первом закрепленном комментарии. И тут также сказано про Россию. Видите, вот красным шрифтом, красным текстом. В связи с событиями на Украине с 5 марта PayPal прекратил работу в РФ и Беларуси. В сервисе пояснили, что пользователи смогут снять свои средства в течение определенного периода времени. Никаких заморозок и блокировок из счетов не будет. Ребят, поэтому если вы из России или тех стран, которые под санкциями, то имейте в виду, что, возможно, эта ошибка появляется из-за вот этих вот санкций. А также я нашел тему в ВКонтакте. Никита Вакулинг, автор этой темы, создал ее. В общем, здесь обсуждается вот текст вот этой вот ошибки. Ссылку также оставлю в описании и вы можете прочитать все комментарии, которые в этой теме. Есть еще официальное обсуждение, то есть на официальном форуме сообщества PayPal. Опять же, страницу нужно будет перевести на русский язык, так как она англоязычна. И вот текст вот этой ошибки. И смотрим, что пишут люди. Пользуемся переводчиком, конечно, если английский язык не знаете. В общем, здесь, возможно, вы тоже найдете какое-то решение. Ребят, ну и, конечно же, у вас есть возможность связаться с технической поддержкой клиентов PayPal. Также ссылочка будет в описании, в первом секретарном комментарии. То есть, изначально воспользуйтесь вот этой формой поиска. Так называется, видите, поиск проблемы. Попробуйте эту проблему внести сюда вот в поиск. Возможно, что-то и найдется. Я не пробовал ее решать. Я знаю, в чем у меня проблема. У меня проблема из-за санкций. Поэтому на данный момент у меня проблема нерешаемая. Также воспользуйтесь часто возникающими проблемами. Вот он список. Можете посмотреть. Возможно, здесь есть эта проблема. А также я нашел еще сайт сравниру. Также ссылочку оставляю в описании, в первом закрепе. Можно даже позвонить на горячую линию PayPal. Поэтому, друзья, все в ваших руках. Вы можете еще самостоятельно попробовать связаться с поддержкой. И точно уже получить от них официальную информацию. Ребята, давайте с вами так договоримся. Если вы как-то по-другому решили эту проблему с этой ошибкой, то, пожалуйста, напишите свой комментарий. Мне будет интересно узнать, что же происходило у вас. И, возможно, я также решу свою эту проблему. Но я полагаю, что, первое, у меня кабинет не верифицирован. Мне нужно пройти верификацию. Это раз. Второе. Скорее всего, я подпадаю под санкции. Так как я проживаю на той территории, которая сейчас под санкциями практически везде. И я, скорее всего, деньги из Яндекс.Кабинета, Яндекс.Дзена не переведу. Возможно, в будущем все наладится. И этот вопрос я решу. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы впервые на канале. Канал по компьютерной тематике. Если что-то возникает с вашей техникой, с компьютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами. Не знаете, где скачать прошивку. Как-то подозрительно работает ваш компьютер. Сдает какие-то звуковые сигналы. Вы всегда можете мне написать. Все свои видеоролики я дублирую в Яндекс.Дзен. Поэтому подписывайтесь в Яндекс.Дзен. Для того, чтобы подписаться, вам нужно войти в свой Яндекс.Почту. Либо зарегистрироваться, создать свой Яндекс.Дзен, чтобы доступны были все сервисы в Яндексе. Это Яндекс.Дзен, это Яндекс.Такси, Яндекс.Диск и так далее. Поэтому, друзья, сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен, так как Ютуб сегодня-завтра может уже и не работать в связи с этой ситуацией. Поэтому подписывайтесь в Яндекс.Дзен, переходите. А также не забывайте задаваться в вопросы. Чем смогу, тем помогу. Пишем, не стесняемся. Либо в комментариях, если нужно прикрепить какой-то видеоролик, либо снимок с экрана, то, конечно, пишем в соцсети. Так как там только есть возможность прикрепить какой-то файл. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Всем пока.